Всем привет! Напоминаю, каждый, кто внесет донат по ссылке на экране или оформит спонсорскую подписку на этом канале, попадет в начало следующего видео. Сегодня я говорю спасибо зрителям Алексея Тереза, V-Lights, PityHatch, Артем Шойму, Sleep, Тимофей Джаггернаут, OKTV.ru, AsusDun, Амурчанин Юрий, Project Nelson, Jabba, BigTimeExpert, Trickster, Константин Галинский, Ecclesiarch, Courier, AlexCosmos и Viord. А теперь перейдем к видео. В сентябре этого года первой части Fallout исполняется 23 года. Ставшая по-настоящему классикой, эта ролевая игра поначалу не сыскала какой-то культовости, однако с годами редкий игрок не согласится с тем фактом, что первый Fallout был уникальной игрой со своим непохожим ни на что миром, интересным лором и довольно приятной ролевой системой. Я по сей день считаю, что лучшая пошаговая система для CRPG была придумана как раз в первой части Fallout. К сожалению, из-за того, что намного популярнее были игры, основанные на вселенной Dungeons & Dragons, такие как Baldur's Gate, система активной паузы из этих игр стала основой геймплея партийных ролевых игр на долгие годы вперед, но это возможно и неплохо. Даже напротив, Fallout так и остался чуть ли не единственной игрой с таким вот геймплеем. Что самое интересное, к любви массы появления у серии действительно крупной аудитории, фанатов привели не оригинальные авторы, а уже разработчики из Bethesda и, быть может, чуть меньше, но и Obsidian'а. Но мало кто знает, через что проходила разработка именно оригинального проекта, без которого мы бы не увидели непочитаемый фанатами New Vegas и популярный в массах Fallout 4. Сегодня мы рассмотрим несколько фактов о разработке классических частей и узнаем, через какие тернии серии Fallout пришлось пройти, чтобы добраться до компьютеров игроков в конце 90-х и начале нулевых. Не забывайте ставить ваши ядер лайки и подписываться на канал. Приятного просмотра! Для начала необходимо вспомнить, как Fallout вообще смог появиться на свет. Тим Кейн, один из программистов Interplay, когда пришел работать в компанию, немножко разочаровался в выбранной профессии. Он думал, что как только устроится работать в какую-нибудь игровую контору, то тут же начнет творить, проявлять свою фантазию и создавать невиданные ранее вещи. Но все оказалось куда как прозаичнее. Команды, что делать давали сверху менеджеры, и лишь свободное от этого время он мог проявить себя. В свободную минуту Тим начал корпеть над собственным движком, и, к счастью, глава студии разработки Брайан Фарга никогда ему в этом не мешал. Но, конечно же, заинтересовать начальство своими идеями Кейн не мог, и потому стал заманивать к себе самых различных сотрудников студии, чтобы эти помогли подумать над идеей проекта. Первоначально проект могли сделать фэнтезийным, но затем решили перейти к фантастике с прыжками во времени. По итогу и эту концепцию было решено отвергнуть в угоду постапокалипсису и идее создать продолжение легендарной Вейстланд. К сожалению, права на которую держала при себе Electronic Arts. И примерно в этот период Кейну приснился, если и не концепт, то как минимум завязка для всей игры. В будущем, из-за ядерной войны, люди живут в огромных убежищах размером с маленький город, и даже не представляют, что творится снаружи на матушке-земле. Ну и конечно же, начальство уже стало замечать, что многие сотрудники чем-то там занимаются в свободное время. Маркетологи предложили Брайану Фарго разогнать балаган и занять их настоящим делом. Но, к счастью, Фарго выслушал все аргументы Кейна и разрешил продолжать разрабатывать проект. Именно благодаря Брайану Фарго, Fallout не был загублен на старте разработки. Ну и к тому же, этот человек подарил игре название. Изначально Тим Кейн хотел назвать легендарный ролевой проект Vault 13, но свет в итоге увидел более лаконичное и броское Fallout. Сейчас поклонники серии Fallout любят игру за многое. За антураж, атмосферу, свободу выбора пойти на все четыре стороны, за персонажей и их истории. И отчасти именно эти фичи вкладывались еще в первую игру, включая влияние игрока на мир. Когда любое действие, что совершает играющий, так или иначе сказывается на всем вокруг главного героя. Но на первом месте, что, наверное, сейчас может некоторых из вас удивить, ставилась именно жестокость. Как говорил Крис Тейлор, один из ключевых людей в команде первой части, для руководства и маркетологов это стало чуть ли не главной фишкой. Когда команда пушила свой проект именно на этом, разработчики сделали специальный акцент. И именно из-за этого игру не завернули. Что самое удивительное, на данный момент главное, что продает Fallout, это жестокость. Однако ее разные разработчики в разное время представляли себе по-разному. Если в классике жестокость состояла из многих видов ужасов, которые ожидают людей в будущем, если они продолжат делать все то, о чем рассказывается заставки игры, грызться между собой, пытаться идти по головам и так далее, то на данный момент Bethesda в своих рекламных роликах подает жестокость как нечто забавное и веселое. Что не рекламный ролик Fallout 4 или 76, так вот вам веселые взрывы и прочие зефирки на костре возле как-то смерти. Но если вернуться в прошлое, то именно жестокость сыграла с авторами первой части злую шутку. Несмотря на то, что маркетологи напирали именно на это, владельцам прав на ролевую систему GURBS жестокость понравилась не очень. И это на самом деле был довольно некрасивый ход с их стороны. Изначально, когда Interplay договаривались о покупке прав на систему, владельцы GURBS сказали, что жестокость не проблема и даже наоборот, чем ее больше, тем будет лучше. Но когда авторы игры показывали им уже готовый билд, на первой же сцене с выстрелом американского солдата в голову связанному канадскому бойцу сопротивления, ролевики резко изменили свое мнение. И Interplay пришлось выбирать. Либо творческая свобода для ребят, что уже долгое время создают свой проект, но при этом необходимо будет собирать свою ролевую систему, либо же покупать чужую, но идти на уступки. Что удивительно, боссы компании пошли по сложному пути и решили дать шанс своим ребятам. На мой взгляд, поступок очень хороший, но, быть может, именно из-за таких вот поступков Interplay в итоге и загнулись. Все же бизнес это не про доброту, а про деньги. Как вы наверняка уже знали и поняли из первой половины этого видео, над Fallout чуть ли не постоянно висела опасность отмены проекта или переработки его в чуть более привлекательный для текущего рынка. Ведь, по сути, в итоге все, что сделали разработчики, это попытались переизобрести Wasteland, что, как мне кажется, у них получилось. И, окей, меня посчитали в 90-х за Ньюфага и Зуммера, однако Fallout, мне кажется, куда как интереснее приключения рейнджеров из Wasteland. Субъективная, конечно же, и та, и та игра — это легенды. Но Fallout мог вообще стать чем-то вроде Диабло. В 1996 году на свет появился хит от Blizzard, и чуть ли не главные его фичи были бои в реальном времени, понятные и абсолютно интуитивные, да к тому же многопользовательская составляющая. Это был настоящий прорыв, и жанр экшен-RPG уже на тот момент стал казаться тем, что необходимо для покорения огромных масс покупателей. Разумеется, маркетологи Interplay не могли не попробовать повлиять на создателей Fallout. Чтобы игра стала с мультиплеером, и не с пошаговым режимом, а самым настоящим боем в реальном времени. К счастью, Тим Кейн и компания отстояли свое детище ровно таким, каким они видели его в своих светлых головах. Самая забавная сейчас небольшая сноска, когда мы с моим старшим братом в начале нулевых дико рубились во вторую часть Диабло, он мне рассказывал о неком Фоллауте, который так же крут, как и Диабло, и очень на него похож, но диска, к сожалению, у него не было. И круто, что я об этом забыл, ведь тогда я бы при запуске первого Фоллауча ждал совсем другого, нежели то, что получил. Все мы любим Хайвэй Мэн, автомобиль, на котором рассекал по пустошам главный герой второй части Fallout, избранный из деревушки Ароя. Но вы знали, что автомобиль должен был появиться еще в первой части, однако завестись он так бы и не смог. На самом деле история эта задевает еще больший кусок, который так и не был разработан, а именно целую локацию за своей историей и довольно острой отсылкой. У Тима Кейна и Леонарда Боярского была замечательная идея, создать в игре поселок, который был абсолютно не затронут бомбами. Люди бы в нем жили счастливые, охраняли бы их огромные роботы от всех посторонних невзгод. Впоследствии оказалось бы, что владеют этими людьми злобные хозяева, которые не только плетут какие-то свои интриги, но еще и в Таске будет в них выходца из 13-го убежища. Все это должно было стать пародией на саму штаб-квартиру Интерплей, все же разработчики были молодые и, как говорится, любили шуткануть о борьбе с системой. В центре локации должен был стоять красный Dodge Viper, который, к сожалению, не заводился. Но в игру хотели включить квест, где главный герой собирал бы по всей пустоши для автомобиля запчасти. Правда, тот так и не завелся бы в процессе прохождения, но после титров какой-нибудь глупый супер-мутант пнул бы автомобиль, и тот бы сразу начал работать. Это должна была быть отсылка на начальника разработчиков Брайана Фарга, ведь он как раз в тот момент купил себе новенький Viper и был этим очень горд. Но вскоре машина начала очень часто ломаться, и чаще ее видели стоящие в одиночестве на парковке, либо же в автомастерской. Очень часто и очень многие, включая меня, любят говорить, что первые два Fallout были мало кому нужны. Это были игры для единиц, различных игровых журналистов и прочих гиков. И отчасти это именно так. Все же в годы, когда вышел первый Fallout, мейнстримом были шутеры от первого лица. Рынком владели Quake, Unreal, и вот-вот к выходу готовился еще и Half-Life, который должен был изменить вообще все. Однако, если посмотреть на нишу, в которой вышел Fallout, то все же первая часть была успехом. Разрабатывала ее небольшая команда, пускай и все больше разрастающаяся ближе к выходу игры. В то время как Interplay пытали заниматься другими, более подающими надежду на взрывные продажи. Но сразу после выхода первой части, Fallout наконец заметили. И издательство тут же начало его доить, причем в прямом смысле этого слова. На ассетах первой части была поставлена задача изготовить сиквел, причем за очень короткий период. А кроме того, дать задачу другим командам делать самые различные спин-оффы серии. Так, впоследствии мы увидели Tactics, консольную Brotherhood of Steel, а еще не увидели примерно десяток отмененных проектов, которых не смогли довести даже до дизайн-документа. Когда разрабатывали первую часть, главными людьми проекта значились Тим Кейн, который все это по сути начал, его хороший друг Леонард Боярский, а также их общий друг Джейсон Андерсон. Эта троица по сути и может называться настоящими отцами серии. Но при виде того, как рвут на куски их детища, трое разработчиков почесали головы и распрощались с Интерплей. Они ушли и основали тройка Games Studio, которая подарила нам несколько по-настоящему отличных игр, среди которых были Арканум и Vampire the Masquerade Bloodlines. Так или иначе, но мне каждый раз приятно писать текст о моей любимой первой части. Было круто вновь окунуться в историю, вспомнить, как горстка людей, которые просто хотели сделать классную игру, смогли достучаться до боссов крупного издательства, и вопреки непопулярности сеттинга и отсутствии какой-то крутой лицензии, сделали культовую игру. Респект таким парням, как говорится. Если вам понравилось это видео, то не пожалейте поставить ваши ядер лайки, подписаться на канал и подергать колокольчик. Впереди еще очень много интересного. Всем удачи и пока. Субтитры создавал DimaTorzok